приветствую всех на нашем канале обзор будет на видео дианы посмотрела я ее видео и задумалась а вопросы у меня все те же она не умеет выражать мысли правильно болтает не думая или наоборот все ее слова следует понимать так как она их и озвучивает итак первые ее слова с чего она начала свой ролик эта ситуация стране затронут конкретно их район дом прям через дорогу от их квартиры сердцем и мыслями она в своем городе со своим народом и локонами на голове по моему тоже локоны я сейчас не о том что она должна была выйти бледная с синяками под опухшими глазами без макияжа однако на мой взгляд локоны это был перебор она так переживает так страдает сердце ее и мысли там я всегда переношу ситуацию на то что если бы кто-то из членов семьи болен но не будет человек заморачиваться настолько вот своим внешним видом но ведь она так все это рассказывает и слезы утирает как будто вот понимаете семье случилось горе она воспринимает все происходящее в ее стране как будто это происходит в ее семье по крайней мере она так это все преподносит я это так воспринимаю и тут вот эти локоны то есть она марафетилась привела себя прям от и до в порядок и плачет вот эти локоны ей там нечем заниматься пока мать обустраивает быт пытается решить вопросы с отоплением у них еще там не работал и водопровод постоянно что-то протекала подтекала то вода есть то воды не было честно говоря сырники вообще не особо там чем-то таким увлекались и старались как-то вкладывать в этот дом они просто считали минуты когда когда они оттуда уедут они вообще не понимали зачем они сюда приехали было тихо мирно спокойно они сейчас наверное не злым тихим словом сам вела клянут до сих пор за глаза что он их в то время вытащил и они через вот это все прошли вот это что к ним подходили на улице говорили а чё вы тут живете а почему вы так разговариваете на том языке не на том задавали кучу вопросов еще было осуждение со стороны этих соседей тоже говорили вот вы показываете такие прям еду накупили тут люди бедные голодные холодные а вы это все выставляете в общем очень много было проблем которые явно что диана знает поэтому вряд ли мы что-то такое увидим сверхъестественное что вот как в обычном режиме она там себе приготовила завтрак приготовила то явно что это будет все воспринято там именно местным населением штыки все прекрасно знают кто это приехал что это за семья это все отлично знает они там вот просто вот надет такое ощущение что то не со всех сторон окружены глазами не только через интернет но еще и реальными людьми а это уже это уже совсем другое дело когда тебя смотрят незнакомые люди бог весь где живущие и когда это вот тут вот а местность такая знаете ну как я поняла из слов дианы не очень-то и дружелюбная и так значит пока мама там обустраивается решает вот эти все вопросы варит на всю семью супы как диана сказала мама супчик сварила дети чем занимаются работа в нежилом доме это просто непочатый край и зная патологическую тягу иры к чистоте я представляю с каким первозданным рвением она просто засучила рукава и принялась за дело пока я так понимаю ее дочь помогала есть спустя рукава далее диана поведала что мама для угощения рабочих пожарила оладьи нас говорят что оладьи пикут хотя по технологии процесса их конечно жарит на сковороде великий могучий русский язык который входит в тройку самых сложных по изучению если бы диана работала с мамой плечом к плечу я думаю времени на локон у нее не хватило бы а если бы и хватило времени то просто не хватило бы сил дом большой дел там много вы посмотрите ира не успела приехать буквально в первые сутки холодно не холодно она начала выгребать из всех углов и паутину и мусор и пыль и грязь и плюс еще перестирала шторы представляете взялась до какой степени активно и вечером диана если бы она этим бы занималась вместе с мамой она рухнула бы без задних ног а она бессонницей мучиться она очень часто рассказывала что у нее бессонница что она не могла уснуть и ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля люди занимающиеся тяжелым физическом труд физическим трудом от бессонницы не страдают люди им сочувствуют и как говорит диана советует ей как-то отвлечься на природу но она так переживает что ей плевать на природу она как мне это не поможет никак однако она нарядилась накрасилась и опять же опять же те же самые локоны чем природа ей хуже как отвлечение чем ее внешний вид да она сейчас своей стране но в чуждом ей месте и все бы ничего но это как из города из цивилизации попасть в непроходимую просто тайгу в какие-то джунгли дома остались танцы говорит диана ресторанчики ларьки любимые с кофе и все это такое любимое дорогое сердцу это те вещи которые делали ее вот эта фраза опять резанула слух ресторанчики и ларьки ее делали как лично сделали как понять эту фразу ну как это понять как пустышка думающая и живущая только развлечениями бабочка однодневка или расценивать эти слова как не точно выраженную мысль о ностальгии по потерянному времени и жизни когда она была счастлива когда был мир покой и она жила вот в своем мире в привычном ей мире вот попробуйте поймите ее как вы это поняли кто смотрел диану следующая фраза которую я не знаю как понять это про то что она не хочет оформлять статус беженки и переселенки потому что не хочет забирать эту возможность у тех кто действительно в этом нуждается она приехала сюда сменить обстановку это она себя так внутренне успокаивает и убеждает что я просто приехала сюда сменить обстановку я ни от чего не убегаю здесь я я просто прогуливаюсь я просто осматриваю свою страну вот с другой стороны с другой ее части или как бабушка которая ехала в эти же края и везла с собой платье парики и шляпы как она сказала я буду ходить и осматривать местные достопримечательности туристка туристка чуть не угробили кошку затопили печь и думали что мона не запрыгнет на нее пытались следить но права роли проворонили момент и кошка прыгнула на раскаленную плиту хотя если не было сильных ожогов как сказала диана то плита скорее всего не была огненной красной как у нас когда мы топили печь углем вот прям аж раскалялась ужасно я не знаю кошка там просто вспыхнула бы но кошки хватило этого дискомфорта испуга она сиганула быстренько обратно что можно было бы сделать надо было затопить печь и когда она стала бы очень горячей поднести кошку но так чтобы она вот только почувствовала что идет жар от этого предмета и тут же убрать это могло помочь у меня летом кошки вылазит по печке спали там а с началом сезона я вот так освежала им память лапами ни в коем случае на раскаленную печь стоит не надо и прям близко держать над этой раскаленной плитой тоже кошку не надо достаточно вот просто прижать к себе и подойти вот с кошка прям вот так вот хорошенечко и обнять поглаживать подойти и кошки будет понятно она вот почувствовав этот жар если вот начала бы как-то там на руках суетиться и пытаться вырваться тут же отойти от плиты погладить кошку поговорить спокойно мои больше не подходили с моими вот со всеми кошками это срабатывало а по весне знаете как они делали они подходили к печке лапками становились начале на стенку опа так потрогают холодная потом прыгали там отмосточка у нас такая прыгнуть на отмосточку принюхивается но и уже чувствует что нет никакого жара начинает скакать но самое что резанула слух эта фраза что она не будет ничего снимать там на видео именно где-то на улице потому что это опасно она употребила слово опасно и далее она дополнила что она не хочет нарываться на неприятности опасно чем в чем для чего для здоровья или настолько опасно что и для жизни опасно они поехали по своей стране или в лапы к врагу как понять то что она говорит одно дело что нельзя другое дело что люди не хотят но она говорит опасно им угрожают может поэтому я уже думаю сам выходил по парку и все время у него головенка как у совы вертелась на 360 градусов он все посмотрел по сторонам заглядывал в кусты вот сам выл и говорил недавно что предположение зрители не оправдались и вот он уехал оттуда но плохо не говорит о местных а рано говорить плохо рано он всех за дундуков держит мы прекрасно понимаем что он еще может и скорее всего воспользуется той местностью он закрепил за собой квартиру за которую мог слову бы сказать подняли цену практически вдвое забавно получается за границей все бесплатно свои три шкуры спускают освоили вот это они сплотились как он нам говорил сам вначале мы стали плечом к плечу думаете он об этом не задумывался думал думал время для слов возмущения еще не пришло но она придет и тогда вся правда которую он сейчас не озвучивает она выйдет на свет божий обязательно показывать диана за окном погоду а у них там дожди сырники там были тоже постоянно были дожди сейчас по осени я думаю их вообще там зальет печальная картина за окном все в тумане сырость дом холодный я люблю дочь когда не надо никуда идти дома сухо тепло стоишь возле окошка смотришь на улицу дождик идет дом у них там большой прогреть будет его крайне непросто от вот этой кучи одежды они устанут тело устает далее какой язык для дианы родной стало понятно во время передачи привета хозяйки дома кадры дробились так что аж в глазах зарябила с каким же трудом дается ей этот язык явно что она путала слова с трудом их подбирала ну можно же было как-то подготовиться я согласна с не на китайский же резко заставили перейти ведь этот язык у него постоянно на слуху там какие-то вывески какие-то книги ну крайний случай могла бы написать текст на бумажке прочитала бы несколько раз и потом уже как бы по памяти не знаю зачитала но не бог весь какой она такой длинный текст озвучивала ну а зачем вот эти вот потуги вот с этим дроблением кадров ну зато по крайней мере это очень многое объяснила вот таким вот был мой обзор на этом я буду его заканчивать всем спасибо за просмотр спасибо тем кто проявляет активность на канале подписывается оставляет свои комментарии ставит лайки рая вам огромный привет спасибо что вы вышли в комментарии и написали что с вами все в порядке вот вы уже даже смогли взять телефон и написать что вы более-менее в относительном здравии безумно была рада увидеть вот ваш ник и получить ваше сообщение выздоравливайте обязательно всем здоровья абсолютно всем людям на земле всем пока